Татьяна, расскажите, пожалуйста, что с вами случилось? Совсем неприятная история случилась, когда я решила продать куртку на кофоре. Меня попросил какой-то потенциальный покупатель сбросить номер с моей банковской карточки. Сбросила, но на этом не закончили. Не закончились мои мучения, я еще раз ему там что-то сбрасывала. В итоге денег на счету оказалось ноль. Согласитесь, что практически каждый из нас может попасться в ловушку мошенников. Поэтому крылатая фраза «доверяй, но проверяй» сегодня как никогда актуальна. Особенно подвержена влиянию аферистов самая внушаемая доверчивая категория граждан-пенсионеры. На втором месте любители рискнуть и поймать удачу за хвост. И, конечно же, школьники. Но даже если вас нет в этом списке, все равно не теряйте бдительность. Ведь именно об этом нас постоянно предупреждают банковские работники. Методов мошенничества можно выделить. Есть основных несколько. Это взлом социальных сетей, аккаунтов. То есть в данном случае мошенники, взломав ваш аккаунт, пытаются разослать подписчикам просьбу о помощи, о том, чтобы вы дали им займы, либо перечислили денежные средства. Таким образом они пытаются узнать данные о банковской карте, о паролях. В данном случае нужно убедиться, что вы общаетесь непосредственно с вашим другом. То есть убедиться, что это тот человек, за которого он себя выдает. Фишинг или телефонные атаки. Здесь мошенники звонят по телефону, представляются работниками банка, либо сервисной службы. В данном случае необходимо помнить, что работники банка, либо сервисной службы, они никогда не будут узнавать у вас полный номер карточки, срок действия ее, либо CVC-код. Это трехзначный код, изображенный на оборотной стороне. Следующая схема – это интернет-площадки, мошенничество на интернет-площадках. Здесь добросовестный продавец размещает объявление о продаже того-либо иного товара. Как правило, мошенников интересуют дорогостоящие товары, например, автомобили, бытовая техника. С ним связывается мошенник, предлагает внести предоплату за покупку и тем самым спрашивает банковские реквизиты. Если непоправимое произошло и вы стали жертвой финансовой аферы, незамедлительно блокируйте карточку. Это можно сделать несколькими способами. Позвонив в банк, который ее выпустил, через интернет-банкинг или мобильный банкинг, а также лично обратившись в отделение. И помните, что лучше учиться на чужих ошибках, особенно если дело касается денег. Лично у меня такой ситуации не было, но моей знакомой звонили на мобильный телефон, спрашивали номер карточки, которая с обратной стороны, три циферки. Если случаются такие случаи, то не стоит верить, лучше позвонить в банк и удостовериться, действительно ли звонил сотрудник банка. У моей знакомой была такая история. В общем, она по интернету нашла человека, чтобы заказать себе халат. Они договорились о цене, но было такое условие, что сначала вы оплачиваете, потом я вам отправляю посылку. Она перечислила та женщина ей номер карточки. Подруга ей перечислила определенную сумму, но отправила чек, все. Эта женщина сказала, что я ничего не получила, пожалуйста, пришлите мне номер своей карточки и три цифры, которые находятся сзади. В общем, получилось в итоге так, что она отправила раз ей сумму и потом какую-то часть денег у нее также сняли с карточки. Береженого Бог бережет, гласит народная мудрость. И на самом деле, где бдительность есть, там мошеннику не так просто совершить аферу. Поэтому прежде чем решиться на какую-либо операцию с деньгами, а тем более по просьбе незнакомого человека, просто возьмите паузу и обдумайте все возможные последствия. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания Буктовы.